В полумраке комнаты Рядом с внуком дед уселся за монитор. Кряхтя надел очки, узнал знакомый ландшафт и начал командовать внуком, чтобы освободить Сталинград. «Остановись-ка здесь! Зачем? Кругом же выстрелы!» «Нужно помочь товарищу!» «Хорошо, только по-быстрому!» «Внук крошил немцев по наводке своего деда!» «Разработчики игры вряд ли бы предвидели это!» «Ну все, теперь бери аптечку, подлечи свои раны!» Сказал внуку дед, почесывая свои старые шрамы. Прозвучал одинокий выстрел. Пуля лязгнула около уха. Ветеран узнал снайпера и машинально пригнулся. «Дед, пока не убили, нужно сохраниться быстрее!» «Нельзя! Тех, кто сохранялся, у нас расстреливали!» Старый опытный глаз оценил обстановку. «Надень-ка, внучек, каску на приклад своей винтовки!» «Еще один выстрел!» Дед на крыше стрелка разглядел. «А ну-ка бахни так, чтобы он прям в Берлин улетел!» Внук все понял и ствол на врага навел очень быстро. Прицелился, выдохнул, выстрелил! Дед подпрыгнул от радости, звеня орденами. Поднял клюшку вверх, произнес «Победа за нами!» Он налил фронтовые сто грамм себе и внуку немножко. «Я же школьник!» «Смотри сам, солдат, за победу можно!» «Дед, скажи честно, ты эту игру уже проходил?» И дед, закурив папиросу, ответил «Нет, внучок, я там был!»